здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана сегодняшнем видео я буду делать для вас таро прогноз таро гадания и плюс еще я начинаю делать на своем канале конкурсы и в этом видео уже будет у меня первый конкурс о конкурсе я расскажу конце видео что надо будет сделать сейчас мы с вами будем смотреть таро прогноз гадание у нас будет с вами называться что приготовила мне судьба на там промежуток времени то есть время вы сами для себя определяете но я бы не рекомендовала загадывать и слишком большой срок максимум на три месяца потому что более будут скажем так именно проигрываться события пока я тасую карты задайте при себя вопрос что приготовила мне судьба какие события будут происходить на там и забыть какой промежуток времени будет четыре варианта ответа интуитивно выберите один из четырех вариантов и так значит у нас идет первый вариант второй вариант третий вариант и четвертый вариант задайте при себя вопрос и интуитивно выберите один из четырех вариантов я думаю что наверно уже каждый определился давайте теперь смотреть итак мы с вами смотрим сначала первый вариант вам выпала девятка кубков принципе я могу сказать что вам судьба дает именно на тот период на который вы загадали скажем так все блага вашей жизни то есть в принципе у вас знаете как идет такое как подведение итогов того что вы делали того что вы делаете сейчас вы будете довольны событиями которые у вас будут происходить у вас будет время расслабиться отдохнуть завершить какие-то дела причем завершить для вас благополучным образом то есть у вас ситуация будет разворачиваться именно так что принципе вас не будет волновать что-либо то есть вы возьмете себе может быть в отпуск возьмете может быть себе отдых на этот период то есть на вас найти будет такое спокойное течение обстоятельств именно вашей жизни по вашей ситуации то есть будет идти все ровно и спокойно все уже налажено все уже сделано и даже если какие есть проблемы или будут в тот период на который вы загадали то карта показывает что для вас это будет благополучный исход именно ваших событий то есть чтобы вы не затеяли чтобы вы не задумали вы будете довольны тем что как у вас завершится ваша ситуация так сейчас я вам посмотрю что хорошее именно идет вам на тот период на который вы загадали так что хорошее вам идет ну вот смотрите видите вам выпал старший артан колесница однозначно вы придете скажем так успеху своей жизни то есть это могут быть отношения это может быть работа это может быть какие-то и другие ваши обязанности может вы что-то начинаете только делать какие-то события у вас начинают только разворачиваться и вы думаете вы еще как мечетесь а стоит пробовать не стоит пробовать и то есть карта показывает что вы вообще любите рисковать по жизни то есть не стоите на месте весь этот период у вас будет сейчас происходить в движении именно на тот период на которые вы загадали и вот как раз девятка кубков показывает что в конечном итоге вы будете отдыхать после свершения всего что будет у вас происходить то есть у вас даже если будут какие-то сомнения у вас да даже если вот эти как вот может быть что кто-то будет вас отговаривать от чего-то у вас внутренние могут быть сомнения стоит или не стоит а может попробовать но так как вы рискованный человек то есть вы любите рисковать вы надеетесь на себя ни на кого больше и здесь карта колесница он показывает что вы действительно добьетесь и это хорошее то есть у вас даже если вы сидели на месте у вас сейчас будет много энергии много сил для свершения задуманного и вы придете к успеху знаете то есть независимо от того даже если будут какие-то знаете как кто-то будет палки может в колеса вставлять то есть могут быть такие неприятные ситуации но карта показывает что вы сможете добиться и даже вам надо двигаться вам надо идти вперед чтобы добиться того что вы хотите так мы сейчас будем смотреть что плохое может дать вам судьба на тот период на который вы загадали что плохое девятка жезлов могут быть какие-то неприятные разговоры вот как раз относительно вашей деятельности относительно ваших отношений вашей работы все что с вами будет связано кто это где-то может вас обвинить где то вы будете может быть и знать как вы такая ситуация что в разговоре кого-то можете обидеть и будете чувствовать за с собой вину могут быть какие-то мелкие неприятности мелкие какие-то моменты которые вас могут расстраивать и знаете даже как вот может быть по пустякам то есть вы будете смотреть вперед у вас много сейчас будет сил. Но вот мелкие вот эти неприятности, они могут вас кусать. То есть мелкие вот эти проблемы, они все равно могут вам, ну скажем так, портить какие-то моменты. То есть вроде все прекрасно, вроде все хорошо, но вот какие-то неприятности, пускай мелкие, но они могут присутствовать. И вот это конечно немножко для вас будет не совсем хорошо. То есть карта показывает, что вот эти все разговоры, вы знаете, они в принципе для вас пустые. То есть, может быть, где-то что-то вы услышите про себя и вам будет неприятно. Где-то, может быть, знаете, как что-то всплывёт, что-то давно, давно что-то могли сделать такое, о чём могли забыть, а потом что-то всплывёт. Что вот вы в прошлом там сделали так, а надо было по-другому. Это может и в работе казаться. То есть, в отношениях тоже могут быть небольшие, скажем так, разногласия. То есть, вы будете как на разной волне. Вы о своём, а ваша вторая половинка о своём. Понимаете, вот на фоне этого могут быть небольшие разногласия. То есть, вот эти вот мелкие, то есть, я не могу сказать, чтобы у вас было крупное какое-то, а мелкие вот эти неприятности, но они могут вас кусать. Это именно вот на тот период, на который вы загадали. Так, и мы с вами смотрим совет. Совет, совет на этот период. Вам выпала десятка жезлов. Совет. Всё вам ещё. Ну вот, смотрите, и восьмёрка Пентакли вам дополнительно. Я вам могу сказать так. Совет карт. Не слишком взваливайте всё на себя. У вас сейчас в этот период будет настолько много энергии, настолько будет всё получаться. В принципе, знаете, как вот с лёгкостью будет получаться. Вы захотите большего. И вот большего вам ни в коем случае не надо на этот период. Потому что карта показывает, то иначе вы можете и сломаться. То есть, и это может быть и душевно, это может быть и физически. То есть, вы захотите больше дополнительное что-то взять. Это может быть работа дополнительная. Какие-то обязанности дополнительные. И вот карта показывает, что не взваливайте всё на себя. То есть, ну для себя тоже берите какие-то моменты отдыха. Потому что здесь у вас сейчас будет стимул движения вперёд. Но вы человек трудолюбивый. Вы не останавливаетесь. Вы всё равно идёте вперёд. И вот где-то в какой-то момент вам надо остановиться. Понимаете? То есть, здесь карта показывает, если вы будете сломя голову бежать вперёд, ну для вас это может быть и хуже. Поэтому совет карт. Не принимайте слишком тяжёлый груз на себя. Не взваливайте всё на себя. И, кстати, ещё вот если какие-то обиды, то есть, могут вас в чём-то обвинять. И вот этот груз на вас может повиснуть. Также не стоит этого делать. То есть, лучше сразу на корню разобраться, пересмотреть, поговорить с человеком, чтобы вот этот груз на вас не сел. Потому что вот этот груз может помешать вам продвигаться дальше. на тот период, на который вы рассчитываете. Это вот такой вот у вас идёт совет карт. Так, это вот у нас кто выбрал первый вариант. Теперь мы будем с вами смотреть второй вариант. Пашкубков. Ну, в принципе, я могу сказать так. На тот период, на который вы загадали, у вас будет, скажем так, романтическое настроение, лёгкость, весёлость. То есть, если какие-то проблемы, вы не захотите их решать, вы не захотите их замечать. То есть, у вас будет такое, скажем, спокойность с одной стороны. Вы будете больше, знаете, как у вас такое состояние будет, как вы будете что-то планировать, но не особо к этому стремиться. То есть, вы будете все в мечтах, в раздумьях. Вот у вас будет такое вот состояние. Также на этот период вы можете получить какие-то новости. Может быть, вы и ждёте эти новости. Вы на этот период можете пойти учиться. Причём пойти учиться именно то, что вы хотели раньше. Может быть, знаете, как вы откладывали долго. Либо не получалось по времени. И вот в этот период как раз карта показывает, что вы сможете именно заняться каким-то своим любимым делом. То есть, заняться то, что вам хотелось давно сделать. Может быть, какое-то увлечение у вас есть, которое по времени не получалось. А здесь как раз получится. Также может быть и знакомство на тот период, на который вы рассчитали. Ну, загадали, да? То есть, может быть, знакомство с человеком. У вас могут завязаться, кстати, отношения. Они будут такие у вас романтические, приятные, лёгкие. То есть, вы будете именно довольны. Давайте посмотрим всё-таки, что хорошее идёт вам на этот период. Вам выпал старший аркан-глупец. Тоже старший аркан. Я вам могу сказать так. На тот период, на который вы загадали, вот то, что хорошее у вас идёт, в первую очередь вам идёт в везение в вашей жизни. То есть, вот как раз её по шкупкам показывают, что вот почему вы и можете даже и расслабиться, да? То есть, почему у вас идёт лёгкий период? Да потому что у вас всё с лёгкостью будет получаться. То есть, у вас настолько будет комфортно всё, настолько будет беззаботно. То есть, у вас начинается, скажем так, период беззаботного. Вы будете именно не загадывать никакие, скажем так, серьёзные какие-то проекты в своей жизни. Вот даже знакомство, которое будет у вас, но вы тоже как-то всё это будете с лёгкостью воспринимать, может быть, с несерьёзностью воспринимать. Но это будет для вас хорошее, потому что, может быть, знаете, как у вас наступает период, когда вам надо вот от всего отдохнуть. То есть, возможно, что вы устали. Может такое быть. И вот сейчас вам судьба даёт именно немножко вздохнуть. Вздохнуть с лёгкостью. То есть, даже если какие-то будут у вас дела, ну, вы их особо либо просто не захотите решать, либо просто вам будет вести именно такое, знаете, как удачное свершение. Карта вообще вот глупец, она показывает, что у вас в этот период ещё, знаете, как будет начинаться, скажем так, новый этап в вашей жизни. То есть, возможно, вы уже захотите всё отпустить, то, что вас или мучило, или тревожило, и независимо от того, хорошее или плохое. И вы захотите всё по-новому взглянуть на свою жизнь, по-новому посмотреть на мир, скажем так, и, может быть, что-то новое начать в своей жизни. То есть, вот как раз вот новое ваше увлечение может быть, либо новая работа. Но это для вас приятно и будет идти. Это для вас будет именно комфорт. Так, ну что же вот плохое вам можем дать, Суньбан? Сейчас мы с вами посмотрим, что именно плохое можем дать. Тройка кубков. Я могу сказать так. Вот вы настолько втянетесь в эту, скажем так, лёгкость, настолько втянетесь в это состояние, что вам будет сложно из-за того выбраться. То есть, тройка кубков показывает, что у вас, вот знаете, как вот даже паш-кубков, глупец, они показывают, у вас в судьбе наступает, скажем так, период праздника, период радости, веселья. Но не стоит и забывать про будни. Не стоит слишком увлекаться и, скажем так, увеселительными какими-то праздниками, да. Не стоит увлекаться алкоголем. И не стоит слишком, скажем так, с лёгкостью или с какой-то легкомысленностью даже смотреть на ситуацию в жизни. То есть, вам вот настолько вот будет легко и комфортно и свободно, что вы в это можете так втянуться, что из этого будет очень сложно выбраться. То есть, какие-то компании могут у вас появиться, друзья, которые, ну, не совсем могут желать вам хорошего. То есть, на окружение стоит обратить внимание, потому что могут у вас появиться люди, которые, скажем так, могут вас увести с неправильной дороги. И вот тройка кубков показывает, что период веселья у вас должен, ну, скажем так, граничить. То есть, вы должны понимать, где это веселье, где вот эта лёгкость должна у вас закончиться, чтобы себе не сделать хуже. Потому что тройка кубков вас об этом предупреждает. Так, и совет. Давайте с вами посмотрим. Совет. Королева Пентакли. Ну, вот здесь Королева Пентакли вообще, это женщина, которая, понимаете, знает, что ей нужно. То есть, она уверенная в себе, она полностью уже получила то, что нужно, в принципе. И карта вам показывает, что вот вам будет дан шанс, да, вот, скажем так, повеселиться. Ну, и не стоит как раз забывать именно про будни, как я вам и сказала. То есть, не стоит слишком увлекаться именно весельем. Потому что вы, в принципе, такой практичный человек. То есть, всё равно вы продумываете всё наперёд. Вы, не оглядываясь назад, идёте всё время вперёд. И здесь, конечно, советует всё-таки немножко, скажем так, ещё в этот период пересмотреть свои взгляды. Плюс ещё, если не вы Королева Пентакли, то карта показывает, что, в принципе, и у вас вводит хорошая помощь на тот период, на который вы загадали. То есть, может быть, рядом с вами женщина, либо вот надёжный друг, знакомый, либо, ну, из родственников. Но из родственников мало, нет, больше как знакомый, которые могут поддержать вас очень хорошо. То есть, прислушивайтесь именно к этой женщине, которая вам будет давать советы. Потому что советы для вас, они будут, ну, скажем так, положительными. То есть, плохого-плохого женщина, которая у вас появится, она вам не сделает. Наоборот, только будет вам помогать. Наоборот, только будет вам делать лучше. Так, это вот кто у нас выбрал второй ряд. Так, смотрим третий. Тройка жезлов. Я вам могу сказать так, что на тот период, на который вы загадали, у вас, скажем так, вы определитесь своей жизнью. То есть, у вас, может быть, что-то начальное пойдёт, но у вас будет некое определение. Может быть, вы разберётесь своей жизнью в отношениях. То есть, вы, ну, знаете как, вот найдёте какой-то выход из сложной ситуации. Может быть, вы определитесь, найдёте работу. Временная такая будет работа. Может быть, вы определитесь с тем, что затянувшиеся какие-то дела сможете решить. То есть, в любом случае, у вас пойдёт определение. Если даже вы топтались на месте, скажем так, не могли что-либо предпринять, то здесь, на этот период, вы сможете найти выход. Может быть, какая-то у вас такая затяжная уже ситуация, такая сложная ситуация, что вы даже, может быть, и в панике были. Но вот как раз на этот период у вас будет, скажем так, определение. Так, давайте посмотрим, что хорошее вам идёт. Что хорошее по шпинтакле. Ну вот смотрите, у вас прекрасная сейчас ситуация будет разворачиваться. Она медленно. То есть, не ждите быстрых, вот даже вот вы определились, да, не ждите быстрых действий каких-то именно по судьбе, быстрых каких-то движений. У вас идёт всё своим чередом. Пусть медленно, но верно. Понимаете, вы ступаете сейчас на верный путь. То есть, вы можете, скажем так, для себя уже определиться и пойти дальше. Паш Пентакли показывает, что, может быть, вам чему-то надо будет подучиться, но для вас это будет лучше. Для вас это будет более комфортная ситуация. То есть, вы как получаете опыт для себя, хороший опыт, да, то есть, это не только по работе, по учебе, может быть, это вообще, вот знаете, какой-то по жизни опыт у вас идёт. Также Паш Пентакли показывает, что будут благоприятные известия для вас. То есть, для вас это хорошее, положительное. Может быть, вы как раз, знаете, как вот стоите и ждёте, ну когда же наконец что-то придёт. И вот карта показывает, что вот уже у вас в скором времени вы получите долгожданные новости, которые принесут вам радость, принесут вам ясность вашей жизни. Знакомства тоже будут у вас хорошие. Я смотрю, идти знакомства, но они будут вялотекущие. Не могу сказать, чтобы были какие-то, ну какое-то развитие, да, вот если вы одиноки. Просто вам будет интересен человек, вам будет интересна с ним беседа, встреч, разговоры. То есть, знаете, как вот тоже может как раз, что хорошее, что выведет вас из какого-то, может быть, состояния, именно знакомства. Также мелкие, но приятные финансовые прибыли у вас будут в течение этого времени. Знаете, как из неожиданного совершенно источника. То есть, это не зарплата, а вот какие-то, может быть, долг вам вернут. Либо где-то какая-то лёгкая подработка будет. Но для вас это будет приятно, для вас это будет положительно. Так, ну давайте посмотрим, что плохое будет на этот период. Что плохое? А, вам выпала девятка мечей. Здесь я вам могу сказать так, что вы всё-таки немножко слишком эмоциональный человек. Вы всё принимаете в штыки, вы всё принимаете настолько всерьёз, что даже если какие-то будут разворачиваться события, но почему-то на вас это будет очень сильно отражаться. То есть, будут очень сильные переживания у вас. Переживание может быть, знаете, как вот вы как раз встретили человека, он вам будет очень интересен. Вы захотите продолжения, но человек не будет, скажем так, быстро развивать отношения. Вы будете переживать, что я сделаю не так, почему нет развития отношений. То есть, вот может быть такое, такая ситуация. Вот, очень будут переживания. А с одной стороны, они напрасные у вас переживания. С другой стороны, вы просто будете, может, знаете, как слишком сосредоточены на какой-то цели. То есть, что-то будете хотеть добиться, вот, несмотря ни на что, но не будет получаться. И вас это может очень сильно расстраивать. Но вот здесь мы по этой карте видим девятка мечей, что вы не одни будете со своими проблемами. Рядом с вами будет человек, поддержка, которая поможет вам разобраться, в первую очередь, в своих мыслях. Понимаете? То есть, вам надо прислушаться. Вы знаете, что вы хотите в своей жизни, но вам надо прислушаться к тому, кто вам будет, кто с вами рядом. Понимаете? Для того, чтобы можно было разобраться и не совершить ошибки. Потому что в таком состоянии, вот, знаете, как именно удручённым, скажем так, вы можете совершить какие-то ошибки. Чтобы этого не было, прислушайтесь к тем, кто у вас рядом. Так, и давайте посмотрим совет. Совет, совет на это время. Вот, видите, вам карты показывают, старший аркан, отшельник, он вам показывает, слушайте, слушайте, прежде чем, что-либо делать. То есть, вы наметите себе планы, у вас будут планы, у вас будут, скажем так, уже определения, но 150 раз подумайте. Не торопитесь. Понимаете? То есть, у вас развитие вялое, не такое быстрое. Причём, в любых сферах разницы нет. Не торопите. Подумайте 150 раз, прежде чем, что-либо сделать. Карта отшельника показывает, что в принципе, если вы в спокойном состоянии будете принимать, ну, скажем так, решения, они для вас будут правильные решения. Понимаете? То есть, они для вас будут действительно решения, которые вам пойдут впрок. Если же вы будете торопиться, да, вот, вот в таком состоянии, что не понимая, что происходит, вы можете совершить ошибки. И плюс ещё отшельник показывает, что особо здесь надеяться можно только на себя. То есть, вот, даже если у вас рядом есть человек, да, в принципе, можно прислушаться к советам, можно прислушаться, но решение будет только за вами. Вы хозяин своей судьбы, вы хозяин положения и решать только вам, как вам поступать. Так, это кто у нас выбрал третий вариант? И теперь смотрим четвёртый вариант. Вам выбыл старшар конбашни. Что-то у вас рухнет в вашей жизни на этот период. Какие-то события у вас будут происходить так, что вы не ожидаете совершенно неожиданным образом для вас может сложиться ситуация. Это может быть увольнение с работы, это может быть разрушение отношений. То есть, непредвиденные обстоятельства, которые, скажем так, потрясут вашу жизнь. Давайте я вам сейчас дополнительно вытащу, всё-таки посмотрю, какие у вас потрясения будут. Что, с чем будет связано. Рыцарь мечей. Карта вам показывает, это может быть появление человека, который изменит вашу жизнь размеренную, может быть такое, знаете, как неожиданное знакомство, может быть. И как раз вот в этот период у вас идёт резкое такое изменение, то есть, знаете, как вот человек, знакомство, как снег на голову. также это могут быть какие-то новости, которые могут потрясти вашу ситуацию, могут потрясти вашу размеренную жизнь. Может быть неожиданный приезд людей, которых вы не ожидаете и тоже могут, скажем так, потрясти вас именно неожиданным поворотом событий. То есть, что-то неожиданное будет у вас на этот период, что-то такое, которое полностью изменит текущий ход событий в вашей жизни. И это будет именно на тот период, на который вы загадали. Так, давайте посмотрим всё-таки, что хорошее у вас будет. Что хорошее? Иерофант. Ну вот, знаете, вот карта вам показывает в принципе, что у вас сейчас вот наступает, вот, понимаете, даже если есть какие-то потрясения, то есть у вас ситуация меняется тогда, но это всё неспроста. Это всё не просто так. У вас пришло время менять, скажем так, свою жизнь, менять свою ситуацию. То есть у вас наступил период именно изменения в вашей жизни. И даже если какие-то моменты вам будут не нравиться, даже если какие-то моменты, которые вас сильно потрясят, скажем так, которые потрясят вас, скажем так, очень сильно, взволнуют вас очень сильно, то есть такие, потому что у вас события будут разворачиваться очень резко, очень быстро. Вы к этому не готовы. Но у вас пришло время, пришло именно для изменений в вашей жизни. Может быть, у вас появится человек, с которым быстро будет брак. Для вас это очень будет неожиданно. То есть в любом случае вам надо быть готовы к поворотам событий. Но вот эта карта нам показывает, что в принципе даже если вы не готовы и даже если что-то неприятное, это вам идёт по судьбе, вы должны это принять. И вы должны быть к этому готовы всё равно. Понимаете? То есть это хорошее идёт, потому что возможно у вас, знаете, как идёт такая ситуация, что наконец вот эта чёрная полоса у вас заканчивается и вот с последним такой вот рубеж и потом начинается светлая полоса. То есть для вас это лучше. Даже если что-то вам не нравится, но для вас это идёт лучше. Так, ну давайте посмотрим всё-таки, что же плохое будет. Что плохое будет? Ну вот вы не готовы, вот старший аркан опять тоже суд. Вы не готовы, скажем так, отпускать своё прошлое. У вас в этот период будут достаточно значимые события происходить. Скажем так, поворотные события, которых вы совсем не ждёте в своей жизни и вы к этому не готовы. Вы не готовы отпустить своё прошлое. Вас меняется. То есть вы знаете, как у вас идёт такое состояние, вы будете цепляться, всё равно цепляться вот за свою размеренную, спокойную жизнь. То есть вы к этому привыкли. Привыкли, что у вас свой клад жизни уже идёт. У вас меняется ситуация. То есть для вас это будет лучше, но вы не готовы будете это принимать всё равно. То есть это для вас в принципе эпоха. У вас идёт сопротивление. У вас наступил период всё отпустить. Всё. Начинать всё сначала. То есть это может быть и переезд в совершенно другую гору, другую страну. Это может быть совершенно новая работа, новые отношения. То есть всё идёт новое, но вы будете цепляться. И чем больше вы будете цепляться, тем дольше не будет происходить хорошее в вашей жизни именно то, что вам идёт. То есть вот карта показывает, что вы внутренне не готовы. И вы сами будете себе ухудшать ситуацию таким образом. Так. Давайте посмотрим совет. Совет на это время. Вот смотрите. Вот карта влюблённые вам идёт. Вот опять идёт старший аркан. У вас практически одни старшие арканы идут. Все четыре старшие аркана, кроме внутрь рыцаря. Принимайте то, что есть. Карта влюблённые показывает, что вы, конечно, привыкли к своему образу, но принимайте, что есть. То есть у вас всё нормализуется. Понимаете? То есть доверьтесь своей, скажем так, доверьтесь судьбе, доверьтесь той ситуации, в которой вы окажетесь. Потому что у вас наступает период, скажем так, спокойствия, покоя. То есть вы к этому придёте. Да, через какие-то потрясения, через какие-то могут быть неприятные ситуации. Но не стоит так сильно, скажем так, переживать, потому что карта нам показывает, всё, что не делается, делается только к лучшему. У вас именно ситуация придёт в норму, даже если какие-то потрясения. И вы уже, знаете, как вот просто надо успокоиться. Не стоит сильно психовать, не стоит сильно расстраиваться, если что-то не нравится. Всё идёт своим чередом как надо, и у вас всё придёт в норму. То есть вы и восстановитесь и морально, и физически, и у вас уже пойдёт, ну, может быть, другой, но уклад жизни. Понимаете? То есть у вас в этот период очень значимые события идут. Вам надо просто это принять и пережить. Это вот кто у нас выбрал четвёртый расклад. Ну и, как я сказала, конечно, что в конце видео я вам скажу конкурс, который я для вас в этом видео делаю. Конкурс будет такой. Значит, под этим видео вы пишите свои комментарии. Ну, комментарии могут быть разные там, но чтобы связано было именно либо с гаданием, либо с картами Тару. То есть насколько вам помогают видеорасклады, насколько вам помогают карты, может быть, какие-то события у вас происходили с картами. И условия такие, чей комментарий в этом видео наберёт больше лайков, тот от меня получит такой же индивидуальный расклад на судьбу, на там определённый промежуток времени, на который человек закажет. Условия быть, конечно, подписчиком канала. И чей комментарий больше наберёт лайков, тот и получит от меня расклад. В следующем видео уже будет известно, ну, посмотрим по времени, сколько и как комментарий будут набирать лайки. В другом видео уже узнаем, кто получит от меня расклад. Конкурсы такие будут сейчас достаточно часто на канале. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до встречи, всем пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok